сегодня у нас 23 июня 2016 года утро покажу время сколько у нас без 5 7 уже в 5 часов встали за водой сходили помолились и вышли на работу евангелие почитали нет не солил ложку в росте достаточно вот надежда васильев на тут на кухне занимается там написано там носа бирочка есть писал готовит омлета сейчас вот посмотрим кто еще тут чем занимается вот брат виталий тоже очищает крыши от веток подрабатывает стополей с берез чтобы они не задерживали воду гниет потом все эфир тоже портится у нас вход для кошек тут ёжик приходит не спло молодец соня да он не таскает вот она на пекарню понесла дров чтобы его потом мог хлебушек стряпать пойдем дальше посмотрим кто чем занимается маша не стой бери по леске таскай стоять не надо вот такими они пилами пилят так суша не стоим тимофей чё не там брат никита тоже трудится вот и началась чем-то занимается гальянщиков задание мордушка наловить никите приносит не меньше десяти штук я говорю что такое но я вижу что неправильно если первый улов был у него хороший я говорю заряди как следует и саму мордушку я вход в на ваш крутым тестом с растительным маслом туда положи ну шелуху скорлупу от ящик картошки ну что ты же не не вы сам это есть вот сегодня вчера то сделал послушался сколько уже 10 дней я бился 10 на не 10 12 дней и 12 дней не еще не приносит сегодня пошел сделал как положим их какой большой гальян большой довольно для гальяна эта рыба самая лучшая ни костей у нее нет и не подавишься вкус у нее отличный вот вот учет двух сторон давно это все икра из него я высушиваю это деликатес сейчас посолю ее и все но пришел сегодня вижу никита уже радостный вот поймал сегодня ну правда тут он захватил ряски в ряска ряска тоже питательная среда для них на том пруду много ряски наши каждый день ходят ведром вылавливать для гусят для утят потому что коршунья много опустить на веку нельзя она стоит с палкой охраняет гусят это маленькие 21 было 22 прям коршун налетел тоже схватил но она палка его коршуна то он бросил он горло успел передавить когти то у него мощнейшие и все но сейчас пришел держу тащит вот когда даришь вот такая струйка идет это означает самец молоки называется вот эти вот это икра это значит самочка икру месяц так берешь его еще нет показывает как не резать надо ножом ничего это икра вот видно вот красненький свет икра вот так бог дал чтобы питались не какой там вегетарианец или что ты вот она лишь молочная идет и струйка белая это молоки которыми он и так называется молоки вот она брызгает икры в нем нету это просушил другое это все пищи но еще брызгается вот сегодня я решил что ты пойдешь туда ребятами закончить вытащить что напилено там не другое ниши не пилить но которые висят на весу если сможете повалить это не нет не повалить наверно может сверху как-то распилить засыпились а 3 лисина одна на другую вчера были я не знаю еще расчета сильно перетрудился еще едва добрел до дому пришел вот он кое-как до постели до волокси решил что ты сегодня пойдешь и он вышка я ребятишек сначала возьму у них некоторых хотя бы я даем дам я основе пойти приготовить называется где вид вам это у нас образно название где костер бывает костер вот надо же как устроено все сегодня вот он поймал ну я как-то ловил там до один раз в мордушке около ведра около ведра мордушки были а как получилось здесь ничего же не было вот эти 20 лет семьдесят второго года но мы приезжали сюда детским лагерем отдыхали нашему детскому лагерю 45 год всякие были преследования какие птицы летят на уборку присылают солдат и вот а мы на улице я сделал печь покрывал они под открытым небом всего ну и рыбу сушу у меня чугуны там стояли нашли где-то здесь брошено же все было я их полный чугуны этой сушеной рыбы в русской печи подсушиваю и этим зимой можно там где из него за трешка фора добавляешь а в этим кошкам то едят у меня там еще маленько со стороны чтобы дороги шофера едут на уборку присылают солдат не видно было маленькие брошенных досок нашли под землей буквально доски ты как бы преграду сделал такой высоты один раз я пошел то черемуху набирать прихожу а у меня был котенок с тобой не знаю откуда он делся котенок этот или с собой привезли рыжий был тоже все рассказывать это так интересно вот вижу а для колорусской пищи тут у меня было сделано так досточкой под это хлеб рассыпанный сухари рассыпаны и котенок бегать меркает я к нему еще сделал там и все рассыпал то ой-ой-ой но его начал вроде как это у нас началось ощущать стыдить то вот печку то полет нету рыбы я к чугунам и в чугунах ничего нету тут у меня сумки еще сухари то это ехал солдат видимо по сигналил никого нет солдат советское время комсомолец какой-нибудь он остановился рыба попробовал она маленько подсоленая и вкусная а куда делать окно сухаря сухарей то ему хватает он сухари моего валил в эту сумку все чугуны моя простал сумка большая была и уехал лука теперь я понял в чем дело то я скоро домой поеду на зиму наготовил а ничего и нету проехал советский солдат в общем дело то рыжий мой ни при чем виноват что же делать ладно а уже дело то идет осенью потому что уборка хлеба идет вода холодная воду не лезешь на тут получилось так что пошел на втором мостике который я думаю нынче начать ремонт куда поставить мордушки вот он взял я помолился поблагодарил бога вы помаленьку каждый у меня несколько мордушек стояла несколько залез поставил или бросал и на веревочки на веревочки игрок веревочка оборвалась пришлось в воду лезть беру мордушку тяну такая мордушка что такое тяжелое никогда столько не было вытащил мордушка прям как будто кто-то туда набил ведро на ведро гальянов пока никогда не бывает в одну мордушку там может мордушки две было сейчас не помню то ну и все опять в русскую печь и солдата пожалел теперь что он ну надо там где-то с водой или как-то кипятить бедный солдат он теперь давится моей рыбой а там как и карасики попадали а карасик костистый в общем молоте как летят вот и мне жалко его жалко солдатик бедный ты взял рыбу к ней приправы то никакой нету посмеялся сам над собой вот так интересно я котенки вспомнил в осенью уже совята на подлете и совы летают и будешь она прям падает на тебя сова котенок рядом нажмется ко мне она прям темнота маленькой нет а звезды светятся а еще есть котенок она могла его и сись но я вышел как-то покричал ночью нету котенка опять пить до того мне его жалко стало ночью на сова огромная котенок то маленький она его задавила наверное задавила утащил я еще стою о нем пищались а он где-то застрял в шалаше мы же шире жили-то в этих травяных шалашах на 10 человек каждый шалаш был ну и вылезли ко мне жмется один пацаненок интересно а двери шалаше сделаны так были и травой тоже из травы ну плотные такие то он вообще-то не нашел а между этими стропилами то на которые трава наверх он между ними не понял вылез на улицу то но она трава сошлась обратно и он на улице остался а вход то найти не может где он вылез то сбоку а заходить надо с торца ну и сидит там плачет или еще не может шалаш попасть то вылез через стенку как йог настоящий кажется ничего особенного нет а у нас тут огородчик тоже был в этом кое-что сажали бы было людей то никаких не было и вдруг от заслонку нашел на русскую печь и вдруг бабах а мы были здесь надежда василина и двое но на счет варит там вас изготовила и вот оказывается мужики охотники здесь и из ружья палят ночью луна кажется было мы в эту заслонку то видно попала дробь то я кричу люди здесь есть а он мужик то дома то там баба командует а тут он за раз хорохорился разухарился не один кажется трое их было что делать я вы вылез и давай улечивать их угощать вас там давай угощать да покормил мужик совсем гоголем чувствует себя я уже по я понимаю его состояние подкаблучник и вдруг он показал себя он с ружьем он тут такой его угощает его боятся он крутой мы поговорили а потом алексей сказал как они выглядят сразу их высчитала да это мужик то пьяница и там баба горчи верховодит его я его высчитал он такой и есть а почему я сюда пришел рыбу системе на той стороне а там пыль она зуб то вырывается а тут пошел я никому не мешает светло а где солнышко то лишь и комара трава упадет я легко беру и не запачкалась стёпа к тебе а сегодня там от козлик дровину ломает ломает не допилил и ломает да да вот так сегодня это надо там вырвать траву я возьму с собой два больших такие пацаны двое да даже одного возьму остальные раз уж просят пусть ходят вот с рыбы начал говорить бояться апистархоз мы на удочку ловили вот она вот так кишки давнешь ее бывает соли рядом нету и сразу берешь и ешь тоже прямо на на пруду так это же не морская рыба у действительно у нее бывает там это ни один никогда никто не болел то ли уже так приспособленный человек но не никто мы даже этого не знали а кто болел апистархозом у меня есть тут рядом человек как она жарит варит пока глаза у него в потолок не вылезут а мы никак он мягонький лучше гальяна вообще рыбы нет гальяна то что означает от слова голый он не голый совсем у него мелкая чешуйка тут есть такая вот это которая выдавливается здесь с икрой то там и кишки они все подсыхает вот жалко летит это самец я про них стихотворение написал прочитал жития святых там у маркела кажется и вот то ли допытывали то ли еще когда-то пытали у него челюсть повредили буквально по порвали челюсть и он тогда на клобуке сделала разрез чтобы концами клобука замотнуться не видно было ну и все ничего тут нету а сегодня вот они делают монахи они даже не знают некоторые откуда идет а остальные монахи чтобы его одного но он один то будет и как-то не так и они то все так же сделали заодно с ним чтобы не было заметно что именно он один поврежденный а потом это вошел в ритуал вот сейчас воздух это на чашей машут там они за четыре угла да держит да там такая святыня это ничего нет обыкновенная отгонять мух как махалка была а пахала назвать вот там веер ничего в этом нету вот сегодня петрахили если нет и петрахили то есть еще не ну не может уже и там накрыть а это обыкновенное полотенце полотенце для то что там жарко пот утирать а из этого сейчас создали такое что вообще там таинство это хорошо очень хорошо александр менее объясняет видишь как посмотри сколько здесь здесь вообще это теперь сейчас высушит так я чуть-чуть маленькой дети просят ну каждому по крошке то деликатес все так вот это благодарим кто посидится и хорошо смазывай перьезду перехвести ее на выше девочка посмотри куда она носит крюска печи где набирай этой за ней пройдите и и и и и и и и само а и и и и и и а и а и и и и и и и и и Зачем ты в рот-то затащила, Маша? В рот не бери, Платачик. Все, выходи. Все там стоишь. Давай. О, молодцы какие. Сколько мне дров-то натаскали. О, вас можно за это хлебушком накормить. Не-не, не надо так, не надо. Они же развалятся у вас. Зачем ты? Соня, не надо этого делать. Все, ага. Она заботливо укладывается. Хорошо. Хорошо, да. Вот она. Рулит. Слава Богу за все. Музыка. Я за все съел еще. Я за все. Музыка. Музыка. Музыка.